Об истоках китайской цивилизации, реформе административного аппарата в КНР, китайском взгляде на императора Петра I и даже летающих автомобилях, которые начали разрабатывать в Китае. Обо всем этом можно прочитать в первом выпуске нового научного журнала «Российское китаеведение». Издание впервые представили широкой публике в Москве. Посвященный вопросам исследования древнего и современного Китая, китайской культуре и цивилизации, журнал продолжает традиции советских академических изданий. Новый проект, говорят его авторы, делает важный шаг в повышении престижа и значения изучения Китая в России. Это действительно достаточно серьезное крупное событие в мире российского китаеведения и востоковедения в целом. Необходимость такого журнала была очевидна для практически всех представителей российского китаеведческого сообщества уже довольно давно, потому что в течение десятков лет в России не существовало ни одного академического научного журнала, посвященного исключительно Китаю, такого эксклюзивно китаеведческого. Мы, как флагманский институт, изучающий Китай, изучающий российско-китайские взаимоотношения, мы решили выступить с такой инициативой. Мы договорились с ведущими китаеведами, представителями других научных и образовательных центров России, и совместно этот журнал наконец запустили, вот мне кажется, что тем самым выполнив чаяние и желания всего китаеведческого сообщества нашей страны. Политика, экономика, культура и философия. За винтажной обложкой десятки статей российских и зарубежных авторов китаеведов. Это не просто издание нового журнала, говорят эксперты, это целое общественно-политическое явление, которое объединит ведущих специалистов по древнему и новому Китаю, выведет на новый уровень качество востоковедческой науки. В журнале не только научные статьи, но и публицистика, обзоры, заметки, спорные мнения и выступления общественных деятелей. Журнал российско-китаеведения будет выходить четыре раза в год. Второй номер публикуют уже в марте. Конечно, мы интересны именно качеством отбора материала, который соответствует самым высоким стандартам академической науки. Но в то же время мы хотим быть интересными и широкой публике. Выбором тем мы не ограничимся какими-то фундаментальными вещами, но и стремимся говорить о том, что отсутствует в медийном поле сейчас, но делая это именно с академической позиции. Мы хотим присутствовать, опять же, и в интернете. Вы можете загрузить свободно все статьи на нашем сайте. Это тоже делает науку доступной. Мы выбрали формат платинового открытого доступа. Поясню, что это. Это значит, что статьи, они бесплатные, открытый доступ к ним бесплатен как для автора, так и для читателя. То есть здесь нет подписки, и мы хотим тоже быть открытым для всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!